Морбошка всех ставит на место, особенно Лидию. Так они лихо по-девчачьи разбираются, но как они себя еще не разодрали в клочья, я уже думаю, ужасно. Какие дивули растут, деловые, ой. Морбошка отовсюду поедет, всех разгонит. В общем, не пропадет девка нигде. А это Лидия, вот она. Тим немножко подранный ходит, тоже девицами подранный. А это Василек. У него уже желтенькое перышко на крылышке видно. Уже начинает как следует линять. Первая линька. Другие тоже начинают линять. Кому два с половиной месяца, кому три уже. Уже вот такие у меня подростки все. Вон Марсель Гонсаль подъедает тоже чуть-чуть там. Он немножко такой пугливый мальчик. Не любит конфликтных ситуаций. Хотя может иногда поставить на место запросто любого из ребят. А только не девчонок. Девчонки всегда ставят все по своим местам, как им хочется. Мальчики они более покладистые и менее конфликтные. В общем, у всех свой характер. Если вот каждого из них рассмотреть, это просто абсолютно разные попугаи. Не похожи друг на друга. А только по окрасу, если похожи, а по поведению очень различаются. У каждого свой характер. Ну все, уже наелись. Марсель доедает последние остатки. И Тим подошел тоже к нему за компашку. Это Василек. Ну в целом они уже друг с другом очень сдружились. Они уже привыкли друг к другу. Правда здесь вот есть еще некоторые личности, так скажем, из другой оперы. Не подростки, а взрослые. Вот это Грета и Грей. Грей и Грета, они временно пока у меня в вольере находятся. Ну, конечно, они здесь долго не пробудут. Это временная, так сказать, ситуация. Ну, к ним, конечно, никто не подходит. Потому что все уже поняли, что они всех... Если они заняли какую-то жердочку, то туда не суйся. Потому что они за себя уж точно постоят. Так, а здесь какая-то назрела конфликтная немножко ситуация. Как всегда между девчонками. Что-то они не поделят никак. Грета, естественно, всех это привела в чувство. Вот он Грей. А там Тим бегает. Их, их, их как хорошо. Их почирикать дать. Ему только лишь бы хлебом не кормить. Дай только почирик. Эх, ему, конечно, сейчас не очень комфортно. У него все чешется, свербит. Ну, у них у всех, в общем-то. Ох, уже дерутся. Лигия уже накушалась. И качается. Недовольственно. Моргошка всегда прогонит. Вредная крошка. Моргошка моя, вот она. Тик-тирик-тирик. А Олегия любит просидеть вот здесь. Вот, где зеркальце. Тим начинает перед своей потенциальной подругой. А Олегия, я думаю, что ей будет. Тик-тирик-тирик. А Олегия пока... Тик-тирик-тирик. Тик-тирик. Ну, тут ее все потихонечку мальчики подкармливают. Тик-тирик. Тик-тирик. Ей будет. Парта. Будет. Найдёться. Ч ru. К didotcha. В смысле, вот такая у меня веселуха. действительно достаточно весело слушать как они вот этот гомон по утрам утренний гомон он конечно ни с чем не сравнится вечером идет затишье такое перечеркивание вечером они не активны вот но конечно обязательно нужно свет подсветка потому что хотя бы 10 часов в сутки птички должны находиться бодрости вот поэтому я с 5 6 часов я включаю дополнительный свет и они конечно сразу оживают веселятся а тихий час у нас где-то с 3 до 4 каждый день примерно в одно и то же время иногда я выпускаю их по одному полетать но они почему-то сразу начинают все резко хотеть и протестовать такой несправедливой ситуации как это один летает а другие должны в клетке сидеть вот и такой начинается крик что в общем это не долго длится у меня ну в общем то им неплохо и в вольере они себя достаточно комфортно чувствуют вот и я думаю что конечно когда вот не будет грей-грейта в вольере то пять попугачка в вольере я думаю что это вот пять шесть в такой вольере не больше должно быть конечно 92 сантиметра в длину но все равно достаточно получается кучно один год два